всем привет вы на моем канале вязание сегодня хочу вам рассказать о своей новой пряжи которую я недавно приобрела и приобрела ее с целью тестирования то есть я давно хотела ее попробовать и увидела в магазине вот купила два моточка чисто на пробу вот один пущу на образцы точнее уже пустила ну и 2 просто цвет красивый это такая пряжа из строиц к называется на ландыш почему вообще она меня привлекла в основном я конечно больше вижу крючком и одно время время я вязала только крючком и у меня были такие в то время ассоциации у меня хлопок был равно крючок то есть я хлопок и спицы вообще как-то не особо и воспринимала а теперь очень часто спрашивают какие-то модели на заказ вязать именно хлопковые на лето кардиганы платья спицами показывают девушки присылают фотографии и я искала толстенькую пряжу хлопковую из того что я попробовала мне понравился только vita charm там пряжа стопроцентных хлопок и на 50 грамм 106 метров но она как-то немножко небюджетная скажем так и я искала что-нибудь подешевле и вот видела девушки покупают и мне захотелось попробовать потому что здесь тоже довольно хороший метр на 50 грамм здесь 115 метров это тоже стопроцентно миксеризованный хлопок крючки здесь и спицы все заклеено как обычно этот цвет у меня мальва а этот цвет шампанское назывался этот этот очень классный был еще мне очень понравился синий и вообще там очень хорошая палитра такая насыщенная бы сказала так ну и что хочу рассказать естественно я приехала и сразу начала вязать из этого матка образцы и хочу с вами поделиться и вам показать что же происходит с этой пряжей после влажно-тепровой обработки и как это пряжа лежит у нас в крючке и в спицах и в разных узорах первый образец который я связала был вот такой вот образец лицевой гладью правда здесь вот два ряда изнаночки и я думаю что по образцу понятно что у меня в хотелках появилась появилась она давнова и вот я на самом деле можно сказать что и для этой цели тоже искала вот пряжу по бюджетнее здесь у меня связана резиночка 2 на 2 ну и сейчас будем мерить немного скручивается но после утюжка я думаю все будет окей так берем сантиметровую ленту и меряем я начну с резиночки ширина моей резинки 8 сантиметров тетрадь я так не нашла ширина 8 сантиметров высота 3 и 8 3 и 8 сантиметра так лицевую гладь меряем по изнанке чтобы ничего не упустить и и мере прям с кромочными чтобы не запутаться потом 11 и 9 ширина глади и высота 8 и 7 это был первый образец дальше у меня есть вот такой вот образец связаны этот образец и в зала кстати на список два с половиной и довольно неплохо вяжется быстро удобно комфортно приятно так ну вот этот у нас ажурный образец связан он у меня на спицах номер три по нему мастер-класс на канале есть по этому узору ну и давайте померяем высота моего образца 8 и 1 так высота до 8 и 1 ширина буду милой мерить посерединке 12 7 ну и по-моему довольно неплохо смотрится если взять если вам кажется что слишком большие дырочки можно взять спицы потоньше есть и 2 и 2 с половиной и получится мне кажется неплохо ну и вот такой у образец крючком связано столбиками с накидом тоже задумала я себе что-то типа жакета хлопкового на лето или может быть на начало осени и что-то вот мне прямо на такие цвета потянула ну и попробовала и довольно так неплохо получается если взять крючок поменьше это у меня номер три с половиной крючок то и дырочек вот этих таких не будет а ну вообще мне нравится хотя я не особо люблю когда крючком связано рыхло так ну и давайте померяем высота моего образца 10 и 3 ширина 11 и 5 если говорить о том насколько комфортно вяжется ниточка это состоит из нескольких ниточек точнее не из нескольких мне кажется здесь что-то около может 8 9 отдельных ниточек и ниточка такая слабой скрутки я бы сказала ну что ж мои образцы прошли влажно-тепловую обработку и у меня такие смешанные чувства я здесь честно вроде как понимаю что это хлопок да и другого от него ожидать не стоит но с другой стороны всегда хочется чего-то большего больше всего меня порадовал конечно образец связаны ажурным узором ну и давайте тогда и с него и начнем пряжа кстати как мне показалось очень долго сохла то есть образцы ну вот я утром снимала и сейчас уже у нас 9 час вечера так ажурный образец до влажно-тепловой обработки в ширину у нас составлял 12,7 сантиметров после 12 ровно 12 ровно высоту у нас было 8 и 1 а стало 9 и 2 то есть получается что образец сел в ширину но вытянулся в длину но я думаю что если это какая-то вещь что буквально 1 2 носки и все станет на свои места петельки дорог довольно ровные получились и цвет очень классно так ну давайте образец крючком на самом деле мне кажется что он до сих пор влажноват и хотя я его довольно долго утюжила ну давайте посмотрим что получилось высоту мой образец до стирки составлял 10,3 сантиметра и сейчас после вто 10 и 2 но в принципе можно сказать что ничего не произошло ширина у нас было 11 с половиной а стало 12 и 2 немного растянулся ну что ж хлопок что поделаешь так ну и самая печаль как конечно вот с этим образцом потому что я немного подрастроилась от того что резинка вообще полностью потеряла форму свою то есть чтобы она стала похожа на резинку вот надо прям руками это сделать и тогда вот здесь такая гармошечка то есть такая условная резинка больше как какой-то объемный узор выглядит ну а в лицевой глади конечно шердоблеск петли идеально ровная так высота моей резинки было 3,8 сантиметра такой же она и осталась ширина у нас было 8 сантиметров но тут конечно растянулась можно даже и не мерить 10 и 7 было 8 стала 10 7 так лицевая гладь ширина 11 и 9 так и осталось а вот высота была 8 и 7 в принципе можно сказать что так и осталось тоже 8 7 8 8 то есть получается что в этом образце у меня только резинка меня подвела ну не думаю что это как-то огонь и желание вязать вещь запланированную ну и давайте в целом о пряжи и я напоминаю что это было пряжа ландыш то стопроцентно хлопок у нас и если говорить о тактильных ощущениях то в принципе на ощупь как хлопок то есть ничего другого от него ждать не стоит она не сказать чтобы очень какая-то мягкая ну и жесткая то есть им я могу сравнить только шарма матрито котон эта ниточка мне кажется не уступает при том что она дешевле где-то процентов на 25 если брать в интернет магазинах где какая-то еще и скидочка туда же будет все 30 35 процентов разница в цене то есть дешевле очень меня порадовала лицевая гладь ну полотно крючком можно попробовать просто крючок взять поменьше чтобы не было вот такого решета и общее мое впечатление довольно положительное об этой пряжи возможно потому что я люблю хлопок больше чем любую другую пряжу больше чем шерсть всегда слушаю разные виды и девушки говорят о том что как-то не дружат с хлопком но вот но вот а я дружу если вы догадались что я хочу вязать из этой пряжи обязательно напишите в комментариях будет интересно в целом после этого пряжа повела себе довольно неплохо то есть мы все знаем что хлопок у нас растягивается но получается что каких-то прям чересчур сильных изменений мы не заметили буквально пол сантиметра туда-сюда где-то миллиметры единственное что вот резиночка да конечно для себя его и сделала вывода что я буду пряжу это приобретать буду из нее обязательно вязать и возьму ее на заметку даже для своих заказов будущих каких-то летних вещей вообще принципе мне пряжа понравилась но я надеюсь что это видео было полезным для вас интересным и спасибо вам большое за просмотр до новых видео и пока пока пока